доброе утро мои хорошие рада вас приветствовать у нас такое красивое снежное северное утро где-то туда же бегала амида носилась пока не взяла камеру только взяла камеру меда не видать не успели они проснуться и решили кушать тортик до с чаем такая вот вкусно он получился пропитался он хорошо не вчера его хотели есть а потом все так вечера уже поздно было пока мы те долепили пельмени поэтому кушать сейчас вкусно найдешь как ты считаешь да такой простенький ну почему нету так с чайком попить быстро и просто я заметила за собой что я в основном делаю заказы когда заказываю вещи я начинаю смотреть исключительно для детей и оформляя заказ с василька я думаю что-то я села и начала думать у меня у детей на самом деле гардеробы ломятся то есть у них есть абсолютно все и для и дома и на выход и все шкафы заполнены детскими вещами села и думаю у меня даже вот элементарный брюк нет то есть мой гардероб даже если взять одного ребенка мой гардероб наверное раза в четыре будет меньше не больше по сравнению с ребенком и этот заказ с василька я решила посвятить себе девочки покажу сейчас что я заказала я заказывала на размер больше потому что я то есть по российским размером 54 размера но порой закажешь и где-то что-то маломерит где-то что-то нет и я еще знаете такая думаю они поправилась ли я потому что когда заказывала себе комбинезон у меня получилось так что я заказывал то ли 5 или 7 уж не помню сколько я заказывала и какие-то комбинезоны 54 у меня были как раз а какие-то были маленькие я себя поймала на мысли надо себя замерить а не поправилась ли я и уже с василька заказывала я 56 размер девочки я думаю те кто больших размеров или кто сходу до одном размере я знаю что такие девочки смотрят меня не все худышечки но есть такие пышные красивые таком размере не буду говорить как я ты сейчас обвал шквал просто негатива получу я поэтому не буду этого говорить скажу моего размера девочки и так давайте посмотрим какую одежду я получила принесла пакет посмотрю на самом деле посмотрела вот такие вот штаны спортивный до такого вот ну сейчас померю и покажу вам как это все будет смотреться как девочки я не ошиблась 56 мне самое то самое офигенное значит смотрите вот так вот выглядит нам на мне спортивные до штаны и вот так вот выглядит худи худи очень такая толстая плотная ткань прям класс класс и она с капюшоном тут вот такие вот напишите как вам на мне даже штанов нет нормальных тут мне уже плена написал таки мне штаны бархатные на самом деле очень удобные не тут ли напишет оксана смешные на те штаны ну чё они нам не смешные ладно такие теперь у меня есть не знаю смешные нет у них они с двумя карманами очень даже удобные мне нравится удобные летом можно мне доходить сейчас можно дома почему нет 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 даже очень понравились смотрим дальше девчонки а следующие брюки сейчас вам скажу как они называются так брюки черные не написано ничего опять же опять же пятьдесят шестой размер мне в них тесновато то есть пятьдесят шестой мне в них ну как бы не могу сказать что мне некомфортно они с карманами и девочки а мой рост метр семьдесят они мне коротковатые но здесь смотрю написано 164 либо я не обратила внимание на рост либо что-то но мне штаны короткие смотрим еще одним это тоже брюки тоже брюки тоже 164 как у меня так получилось либо там рост небо указан непонятно в общем они наши рука резинки давайте тоже их померю посмотрю и вот футболка тоже с василька а вот эти девчонки штаны на высокой резинке мне они отличны даже длина смотрите еще с запасом видно надеюсь вам то есть мы не вот эти штаны конечно мне в них комфортно мне в них хорошо они с карманами но покрыть эти брюки бурты руки у нас брюк нет с ума думать идти можно надо что-то тебе заказывать и смотрим дальше и вот такое вот платье она думала с капюшоном нет не с капюшоном я знаете сейчас его распаковываю думаю такой графитовый цвет красивый но модель капусты как на этикетке до графитовый цвет посмотрите какой красивый платье тоже с карманами мне кажется мне в нем неплохо напишите ваше мнение как вам я конечно очень надеюсь что меня слышно и слышно хорошо в общем вот такое вот у меня и наряды мне очень понравились вещи да мне все понравились кроме вот вот этих штанов которые мне в них они не маленькие но я не могу сказать что они мне в них комфортно и ними коротковаты я думаю что я их задарю к маме а мама она у меня швея на под себя сможет их подшить потому что она ниже меня у меня мама и и по длине будет я думаю что отлично я шить не умею потому что ручки вы сами знаете с какого места у меня поэтому надо отдавать людям у которых все нормально руки из нужных мест заказывала все на сайте любимый василек девочки все ссылочки оставлю внизу в описании к этому видео вещи все классные я очень довольна брюки с высокой резинкой потрясающие худи мне тоже понравилось она очень толстая покажу пока она внутри смотрите какая она внутри какая прелесть она прям вот теплая теплая будет и ох 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 я очень довольна спасибо большое васильку за такую возможность при одеться еще и вам показать и девчонки те кто тоже большого размера я думаю что может быть вы что-то для себя тоже присмотрели привет привет мои хорошие начинается сейчас поедем папе увезем же это иду иду сапоги зимние поедем на вертолет сегодня очень сильный выпал снег не держали это лет приехали мы ну и значит нам папа сказал но он прям точно сказал вы там будете ехать там столько-то километров сюда повернете туда повернете и прям точно ехали поэтому по спидометру и на самом деле так подъехали поворачивать а там колея кругом сугробы только на одну машину я проезжаю пол дороги ну не пол дороги наверно сколько я проехала проехала метров наверное 15 и я вижу что навстречу идет машина и я руби голову а чё как разъезжаться то мы будем а он мне говорит ну сейчас кто-то будет рисковать нырять я так ну я вообще не готова рисковать и нырять давай значит задом сдавать но я так это вот как наверно все девочки задом не очень-то хорошо так сказать езжу ну как мне казалось и тут узкая колья то есть тебе нельзя колесом не там никуда а дорога то не идеально ровно я смогла задом проехать я щас собой горжусь снимала снимала видео и тут мне батарейка сказала на камере что ягод все меня меня я как настоящий блогер у меня есть даже заменный аккумулятор на самом деле так не бывает как нередко ягод я такая сдаю сдаю задом не огромную так-то задом так-то это боюсь тем более тут так опасненько а он не будет ну ничего зато научишься ездить я давно так-то да научусь ездить подъехали следитьем сначала связи уже нет навигатор не работает и связи сотовой нет где сейчас искать мужичка которому на передать сумку непонятно даром годачься разберусь ну что пойдет у всех спрашивать где найти такого-то либо чё на заходить да это громко кричать нет связи не позвонить не как так может быть приехали мы прождали час и оказалось что погода не летная снег идет туман сказали завтра только будет вертолет ягод ночью тогда мясо надо будет сверх свежая готовить с вечера чушь ему не отправлю же позавчерашнее мясо да вообще неправильно будет сейчас ехали по трассе и волка видели побольше он как машина увидела сразу в лес шмаганул главное мы потом пытались увидеть даже где следы у него были непонятно где сейчас смотрю яблоки такие плохие плохие по 133 рубля такие вот красивые пакет дела взяла здесь позировку детям апельсины и тени у меня тележками лома чё пряников ты себе не взял а 2 сухарики посмотрим который прошлый раз брали он набирай их а давай война несмотря не раньше вот так по-другому да вообще шикарные такие вкусняцкие сколько до 2 штук 5 возьмем их прям дети так хорошо кушают а ты пряники все какие будешь брать вам здесь я не разные шоколадные он она какие то есть скидка на по 80 рублей они какие-то с абрикосов начинка и вам больше такой есть понял а ты по весу посмотрят то может быть они 350 350 ну бери тогда пряники а это пряники русские абрикоши с начинкой абрикоши возьмем с молочком но дети бы тоже может поедет о тульский смотри по 45 рублей но мы тогда в тюмени помнишь по-другому носу сгущенка я не очень люблю сгущенка будут детей есть нет они тоже такие ну давай три штуки возьмем я вот не помню ни дрожжи возьму-ка и свежие я боюсь что у меня там просроченные одну возьму пачку молоко теперь у нас с тобой есть кефир надо взять кефир першинский по 32 рубля они туда больших кефира а вот какой-то большой кефир и здесь 900 а как ни крути этот выгоднее получается под вас помню блиновом возьми а мне одну четверку вообще не удобно взять да почему спасибо а там сколько вас там один литр один литр здесь 950 рублей то что у них сумма здесь не продается воде чуть-чуть чуть-чуть набрали приехали мы сейчас магазин мышкам взять угощение как-то морозы стукнули они решили как-то из нас теплее когда что у нас хорошо будет у вас это все так классно ну и мы сейчас это смотрю кошка это майкун строить уловит ловит такая большая наша какая массивная это какая туша да и получается у него ведь мышей ну и она хорошо это сразу привезу покажу вам хорошо ловит и не ест то есть она с ними играет и я такая говну раз не ест тогда можно это на траву купить потому что до этого боялась это тут есть такой тут все хозяйственная тут у них обычно они внизу ничего не меняется вот и надо чё выбирать вкусные конфеты вот смотри а ты не взял до эту ну корзинку для вкусных конфет и вот эти фасковые брикеты вот такие где такие взять он тесто какие-то брикеты посолок вообще разных короче на взять вкусно и вообще вкусные и вот конечно бери разники вкусненьких не то что-то эти красные все вкусно ели вот набирать набирай разных вкусных так бери бери красных еще возьми они что по 40 рублей не знаю будут не будут работать вот эти это точно работает он вот такие вкусные нет вот такие мы брали то они хорошо кушают нет тут тоже возьму возник для разнообразия вдов кому-то такие нравится кому что зайдет конечно это знаешь такое дело таких-то 4 штуки уже взял зеленых три штуки взял ты красный возьми там как где-то красный брал вкусно вот я не вижу бы а вот у нас покопать ну не знаю даже существо не найдется ну давай если не все найдется потому что на всех накормить это еще со рубля на 500 на получится вот потом слышь куда деньги уход куда вот еще и мышей кормить приходится помимо детей всем девочкам интересно какой кайфа захожу и вот кайфушничаю 4 девчонки заказала эту вафельницу и она мне пришла вот с таким покрытием я что-то побоялась ее взять не знаю как-то вот думала что вот такой поискать а такой не могу найти у меня же вот такая вафельница и она вот и середину ждет а по краям нет ну вот вот такой это себе заказывала вот интересно вот это хорошие или нет сколько стоит то стекло гриль электрический вафельница электрическая вот куряночка вот такую я круче на меня пришла на вал берез я и что открыла посмотрела и побоялась взять отказалась девчонки подскажите как она нормальная нет вот это стоит убрать на что но я дешево кыш вал береза заказывала а тут вот эти ручка да такая ну-ка поклететь никак не платить она мешает никак не поклететь ладно не буду пишите что вы думаете общественно нормально и нет она не прилипает и как ее потом мыть что он прям кашу шава шава на в честь нового года мы их тоже поздравим сейчас разговариваем и девушки на кассе горят логат столько в квартирах когда мы в частном доме мыши от кого-то вы что у нас тут зеленый это разбирают две недели методы недели нету зеленый прям вкусно уходит это квартирах это не на ладони 1 5 лет этаж мышей полно и что-то в этом году какая-то в этом году вообще вот так вот так я не помню чтоб столько мыши будет что в этом году очень много и хозяйства вроде как нету и зерна то нету так чтобы на зерно идут в квартирах люди жалуются в чашингами про частный дом приехали мы домой не та шапка вечно жгут к ее как чучело видите с шапкой меня вообще не складывается и получается у меня ужас выгляжу я как всегда так то не красавица так вообще ужас что приехали мы домой завтра надо будет ехать по новой туда морозы спали и снег и снег идет 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 нападывает едем у нас тут это строить же новые дома но и как-то у нас ну так сложилось дальше у соседей как бы что люди уважают до друг друга и понимают что мы тут ездим и он значит из своего калитки до вычищает и не сбок скидывает а в этот на дорогу но я остановлюсь пожалуйста вы не кидайте на дорогу нам потом на это ж кочки это же будущее тоже потом ездить здесь же придется ну и там вместо того чтобы как-то поговорить на грубость хамские пошивы все думаю это обойду лопату возьму не поленюсь почищу дорогу просто потом они вот эти кочки на накидываются 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 и ты потом едешь и ничего лишь каждый день лишь не по разу и ходовая ушатывается люди все разные порой зачем ругаться мне кажется все можно решить миром зачем грубить оскорблять людей странно девчуле покажу вон они кроме говорю надо стоять кормим их надо стоять не отходить я чё-то это и пуль увеличили парку а я билым у евы в четыре раза меньше но я говорю что-то начала это опять в шире идет вон поправляться начала сильно то и мы же все боролись чтоб скинуть вес потому что сильно и у нее шить и суставы болят и там приседать мы же и колем к нам для суставов и рома начал смотреть да говорит чем эти дают его забирает я одна стоять и контролировать тогда кормить чтобы пума кушала хорошо она не играет снег сыпется девчонка красаточка моя девочка она год я тебе открою ром продукты носит гляньте как замело о гумороз спал и пошло деревья какие красивые но девчонки мальчишки кто копсы какая у нас красотень как я люблю как я люблю наше место вот в городе же нет таких больших деревьев вот мы ездим выживите это вот только у нас здесь такой сосновый бор не может еще конечно не только у нас но каждая лягушка хвалит свое болото сегодня день рождения у тимофея у роминого племянника настя на сына они тут слышу что-то хохочут что-то это чего там поздравляете так чё там как у него дела чего тут смеялись то просим он денежку денежку получил ему на подарок отправили денежку получил он спасибо передает передает пускай себе что-то купит я скажу слушаю все тут я все слышу мы тебя поздравляем с днем рождения так дети давайте дружно с днем рожденья с днем рожденья с днем рожденья спасибо спасибо большое большое кто пришел что вы серьезе как бешеные а мы могли быть с ним мы могли бы быть с ним да пускай он в гости приезжает да надюж ты когда к нам в гости приедешь а тимофей куда приехать на на ябург на ябург да ладно мы уже скоро в тюмень приедем на новый год будешь на чаш не клей ну это вообще что у него номер поменялся нет а че он не брал тимофей а че ты не брал че не брал а да я это на кухне могу чаши нет забросать что ну вот вот мама только повезти а я просто сидел себе нервно запил вот как у как вы отмечать будете так че он чемпионатый я буду делать тимофей как вы отмечать день рождения будете что мама подарила какой дебил даже не знаю что это колонка такая ну у анюты наушники есть а ну это круто колонна да да классно нет а че там не Марусю или Алису а это не минная колонка это колонка а это просто колонка да у нас вон две Маруси стоит одна взрослая одна детская но она моя Алиса да у тебя есть Алиса ну а нас что то это они потом две приватизировали а Рома занимается собакой оп послушайте там голос он слышит вот приехали мы а и потеряла дочь кто разбегает да может быть единственная ну да ну все Лид давай пока 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 что что ли все круто да Лид там сейчас ухажер подошел сам нарисовал такую картину и подарил вот Лида занималась у нас и получила пятерку ух ты сейчас нарисовала что ничего себе это круто давай подеваться потихонечку положим эти листочки все так так ну что ты молодец ты у нас просто супер дочь молодец старается говорит хорошо прям трудяшка вот ну прям пятерку получила да сегодня это здорово папа я пришла в балансе учитель да ладно все себе как круто ты прям молодец а там она пришла я ее сдавала ну ничего себе ты в общем успела да вольно ну все пойдем перчатки одевай одевай идем там мама нас ждет уже там чего-то ну да сейчас у нас тут сейчас я не знаю что как это рассказать народу много в один в автобусе посадили все полностью да ладно торопиться все рассядутся как раз нужно спокойненько потом прийти здесь у меня как раз сзади место поэтому ну некуда не торопиться сижу жду и получается оба из всех высаживаться автобусы заправщик поломался вот и сейчас опять пошли люди грузиться ну и опять все так вот это все добрался я до москвы взял себе автомобиль и и сейчас еду до места но мне там тоже придется сейчас доехать до соседнего городка там оставить машину коншеринговую потому что туда прям до места я не доеду и не смогу то есть оттуда буду заказывать такси и уже добираться на такси ну классно здесь вот на самолете еще летел было видно что много очень фонарей установлено очень здорово все освещаемо классно мне нравится и дороги сказка конечно же очень прекрасная дорога здесь пробки жуткие вот надо было раньше выезжать вот ну не знаю помогло бы это мне или нет сейчас стою там что-то показывает что 600 метров вот трасса М5 получается там Москва М4 наверное не видно на камеру пришлось на час даже на два увеличить свою поездку потому что пробки не знаю вообще считается нет что-то я не посмотрел даже я сейчас уже в броницах и так получилось что мне маршрут построили так то есть мне нужно в бронице но мне я сейчас вынужден ехать в тот город за 20 километров чтобы там оставить машину вот этот автомобиль потому что здесь нету мест парковочных для этих автомобилей то есть сейчас там машину оставлю и потом поеду на такси оттуда обратно как-то так это я уже сейчас в Раменском стою сейчас иду до парковки тут у них такие вот вот инстан тут и пушки и танк и ракеты в общем прикольно так это я уже на месте инфанта 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 тут такой вот большой павильон очень большой вот такие вот фигурки прикольные собачка такая сделана ну классно кстати сделано прикольно так и вот тут вот я заселился покажу в 5 комната ну вот так вот все скромненько кровать тут как я понял такое как вроде как промзоны что ли вот сейчас уже идти на занятие второе